всем привет нас новое пополнение не совсем ладно не совсем короче эта консоль не рабочая пока что мы ее не будем считать пополнением полноценным пополнением в коллекцию потому что ну на тупо не работает я считаю только работающие консоли поэтому это мы не будем считать короче чё купил sega master system вот такая вот красавица это у нас ну понятное дело master system был под америку европу это первая ревизия назовем ее fat версия есть еще 2 ревизия на чуть поменьше по длине по крайней мере ширину на по-моему больше имеется вот такая вот коробка но от нее только осталось одно название как видите очень печальнейшим состоянии коробка можно сказать ее про попросту нету вот что сзади у нас как вы видите но много чего написано но это нужно все переводить вот тут что-то разное судя по всему не суть важно ладно вот такая короче коробочка не до коробочка что тут еще у нас имеется геймпад оригинальный но без крестовины крестовину мне придется искать либо может быть у кого-нибудь есть крестовина либо корпус по крайней мере от геймпада я может быть не знаю поспрашиваю у пару знакомых кто вот консолями занимается продажей покупкой всякими барахолками может быть у кого-то будет ну либо вы пишите в комментарии может быть кто-то что-нибудь знает про то что можно найти ли аналог вообще какой нибудь потому что я на алиэкспресс смотрел вроде бы ничего такого не появлялось еще тут этой крестовины или типа того может быть какой нибудь китайский геймпад можно купить с подобной крестовиной и просто-напросто она подойдет сюда но вряд ли конечно тут у нас еще есть вот такой вот видео аудио кабель но это короче подключение к антенному входу телевизора в принципе самый такой не очень хороший кабель ну по крайней мере для подключения самый хреновый получается качество и видео и звука но вот у меня есть фами ком японский и он подключается только таким кабелем поэтому я не буду модернизировать фами ком и буду использовать такой кабель ну теперь по крайней мере он у меня есть теперь я хоть смогу фами ком подключать но сегодня не про фами ком сегодня про sega master system давно хотел себе такую консоль именно вот эту вот первой ревизии есть конечно sega mark mark там какая-то там один mark 2 mark 3 по моему вот sega что-то там 3000 там что-то с лишним короче там вот этот япон для японского рынка это уже для европейский американский как я уже сказал рынок вот и решил я вот себе купить вот такую вот то есть есть у нас в продаже sega mark 3 я не знаю прям манит конечно но день прям денег много за нее нужно отвалить но блин манит прям хочу себе тоже sega mark 3 но не знаю не знаю вряд ли я наверно уже куплю ну если вот эта рабочая консоль будет по крайней мере то зачем мне будет покупать mark 3 если у меня уже в принципе мастер систем есть ну так чисто для коллекции если только ну что ж тут мы конечно вскроем ее она не работает я ее уже вскрывал то есть до записи этого видео смотрел что с ней там довольно ну печальненько конечно печальненько но не знаю не знаю вряд ли она наверное будет живой вряд ли скорее всего это будет просто тупо донор я может быть куплю потом мастер систем рабочую уже вот в будущем это будет наверное как донор ну чё тут у нас ну слот под карточки такие вставляются карточки здесь под картридж геймпады ну я думаю геймпад от мега драйва подойдет в принципе так то трехкнопочный я думаю подойдет есть две кнопки и крестовина разъем здесь идентичный мега драйвовскому поэтому я думаю подойдет ну вообще картридж от sega мастер систем подходит и к мега драйва то есть ты перетыкаешь от мастер систем играешь уже на мега драйве так ну что тут у нас давайте ее пожалуй перевернем здесь у нас информация сколько вольт все дела made из шины сделана была в гонконге но мы сейчас ее разберем и посмотрим уже поподробнее экранов никаких внутри нету возможно они были я не буду говорить что типа их нет возможно они были потому что ну уже тут боялась консоль и просто напросто могли выкинуть эти экраны поэтому утверждать не буду что тут ничего нет что что она такая плохая она без экранов тут у нас в чем есть разъемы видео аудио рф вот этот вот и под блок питания все тут больше ничего нет ну давайте пожалуй сейчас мы ее вскроем я покажу вам ее проблемы какие есть вообще проблемы вот имеются тут всего лишь 6 винтов нужно будет отключить я полностью материнскую плату наверное вытащу там еще надо будет отключить винты ну ладно я покажу полностью с двух сторон просто не хотелось мне раскручивать все полностью ну ладно потрачу немножко времени и покажу уже всю плату так ну вот раскрутил я ее сейчас мы посмотрим что внутри вот такая вот тут у нас крышка тут ничего интересного верхняя крышка ну самое интересное вот короче что тут у нас имеется давайте сразу прям по проблемам видим окисление довольно крупное здесь вот появилось сопротивление то есть как вы видите вот такие длиннючие ножки напаяли вот это вообще отгорело сопротивление здесь паяли сопротивление кнопки паяли раз-два что-то еще паяли перепаивали вот этот светодиод но это из первичного что я увидел паял такое чувство что какой-то школьник вот реально вот это вот это у нас блин не сейчас я вот такой конденсатор перепаивали видите тоже у него длиннючие ножки и все насрато то есть прям на таких шариках блин из припоя содержится так ну мы видим да здесь вот все такое ржавенькое сам слот вроде бы целый слот под карточки там я смотрел там по-моему согнута одна ножка нужно будет поправить ее здесь какой-то есть слот расширения но он не используется потому что здесь вот имеется вот такая заглушка но в принципе я думаю он рабочий и можно будет его использовать если что можно будет эту заглушку убрать вдруг какой-нибудь девайс у меня появится конечно если это будет консоль работе также здесь вы видите кондеры все 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 вот так вот загнуты это капец все так перезагнуто вот тут конденсаторы все загнуты это же может плюс-минусом замкнуться если так загибать и просто напросто замкнуть да вот вот так вот их ровно поставить и они не будут мешать там в крышке очень много места просто напросто ничего не будет мешать я не знаю зачем так загнули ну давайте посмотрим в другую сторону сейчас но прежде короче это у нас пал в а3 версиям не знаю хорошая это плата версии или нет я еще пока не интересовался так вот тут что-то походу паяли еще такое чувство так это у нас 90 года она была сделана девяностом году так что здесь ну вот видно то что 10 была произведена пайка вот здесь вот в этом месте в этом месте здесь что-то паяли вот какой эти вот они два шарика сейчас я положу покажу вот здесь вот два таких нет не очень аккуратных шарика здесь паяли тут бояли тут бояли здесь здесь но тут бояли в этом из гонконг 1989 год но это судя по всему тип патент или типа того а маркировка как вы видите была с другой стороны прям так опечатка сделано печать это типа в девяностом году было сделано немножко контакта здесь неаккуратненькие у слота расширения но в принципе не используется поэтому ладно вот тут что-то паяли судя по всему учета тут флюс какой-то тут вообще до хрена флюса здесь флюкс почему-то не вижу следы пайки есть просто флюкс ну видимо не отмыли здесь прям вообще расцарапали всю плату это не я отверткой сейчас сделал это вот было уже короче не знаю неоднозначная какая-то плата честно говоря не знаю вообще будет ли она работать скорее всего здесь уже кирдык если тут еще вот такие вот блямбы красные это как наверное на телефонных батарейках такая наклеечка есть если она белая то значит батарейку по крайней мере не заливали водой а а если они красные то значит заливали водой ну тут понятное дело окислы всякая тут наверное скорее всего чего у меня предположение здесь было залитие а потом просто напросто включили либо в сыром месте лежало и наверное сопротивление вот эти отгорели их вроде бы припаяли починили и это наверное работало кстати ну тут вот обгоревшие сопротивление вот она висит не знаю в теории если перепаять все сопротивления и полностью проверить плату тут конечно дохрена чего надо делать принципе кондёры перепаять которые я показывал все короче более-менее живы это все чтобы было все сделать нормально уже припаяться просто напросто не вот это вот сопли вот это вот из ножек сделать нормально все перепаять все проверить чтобы нигде короткого замыкания не было в теории возможно она заработает но это только в теории второе что у меня есть подозрение это наверное перепалисовка здесь отсутствует блок питания родной скорее всего просто воткнули первый попавшийся блок питания но как мы все знаем у мега драйва плюс снаружи я думаю также и у мастер систем я думаю что у мастер систем такая же ботва что здесь плюс снаружи минус внутри ну скорее всего я просто не уточнял еще пока все дело нужно будет уточнить сейчас надо будет загуглить в интернете все это дело вот ну и чё с ней сегодня будет ну с ней сейчас я конечно же соберу обратно и она сегодня поедет к моему знакомому электронщику то есть я ее заберу сейчас на работу там у знакомого электронщика есть и осциллограф и паяльная станция и мультиметры всевозможные короче полностью все 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 даже можно конденсатор проверять у них прибор там есть и доноры есть донорские платы с которых можно спаять допустим сопротивление конденсаторы всевозможные поэтому что-нибудь да подберется короче я попросил его починить данную консоль потому что самостоятельно я лезть после увиденного просто напросто не решаюсь потому что я не особо разбираюсь во всем вот этом то здесь я даже даже я могу конечно все это прозвонить но скорее всего здесь без осциллографа не обойтись я так думаю тут что-то нужно будет конкретно проверять все вот так что у меня даже даже нет подходящего инструмента чтобы тупо это все дело проверить не то чтобы починить просто проверить какие здесь могут быть проблемы поэтому я не решаюсь лезть сюда что-то паять перепаивать короче отдадим более знающему более квалифицированным так скажем человеку который может повозиться но он сказал я ничего не обещаю я не супермен но я от него и ничего не жду по факту я купил эту консоль ну тупо по тому что она стоила очень дешево типа ну попытал счастье так сказать купил не глядя я также купил кстати и xbox original но с xbox конечно это прокатило но вот с этой консоли вряд ли я не питаю счастье что тут вообще все заработает но по крайней мере попытаться стоит если она заработает я буду наверное самым счастливым человеком на земле потому что у меня будет мастер систем и что-то последнее время на них прям подлетели цены прям очень-очень сильно подлетели если можно было вторую ревизию прям буквально год-два назад купить в принципе за 6 7 тысяч то сейчас вторые ревизии продают минимально что я видел цену это 14000 просто взлетели куда-то прям под потолок цены на них и я вот увидел за 2000 рублей данную консоль написал чуваку я беру упаковывай короче я даже спрашивать ничего не буду он не упаковал правил но я у него даже особо там не не спрашивал ничего про эту консоль тупо взял не глядя ну ладно чем спасибо вам за просмотр пишите ваше мнение вообще может быть кто-то разбирается более или менее во всем вот в этом может быть кто-то скажет что все она только донор это плата ищите по плату возможно кто-то скажет блин у меня есть типа мастер систем тоже не рабочая плата не знаю с ней чего я у вас куплю ее короче возможно у кого-то что-то имеется может у кого-то только чисто голая плата а корпуса нету я куплю плату у вас у меня есть корпус я у вас плату похоже если они конечно не имеют какие-то различия по укреплению винтам либо может быть у кого-то есть крестовина и либо у кого-то есть какие-то идеи насчет крестовины пишите в комментарии я все читаю я постараюсь на все отвечать вот может быть у кого-то что-то какие-то идеи будут насчет этой консоли вот у меня пока что есть идея тупо отдать более квалифицированному человеку пусть он занимается посмотрит возможно можно ее оживить но это пока что реально труп труппецкий у продавца я спрашивал что с ней вообще хотя бы хоть ее разбирал он не знаю это включая она не включается типа питание идет лампочка горит а не идет вообще ничего ну тут понятно отгорел сопротивление поэтому тут ну совершенно ничего не будет никакого включения возможно она работает кстати возможно она работает но отгорело вот это сопротивление и поэтому может быть не работает но если отгорело сопротивление то скорее всего что-то куда-то пошло и что-то где-то сгорело Скорее всего. Ну, включать я её не буду, у меня сейчас блок питания не здесь, он уже на работе, то есть геймпад, вот. Sega Genesis я отнёс, флеш-картридж, правда, от Mega Drive, не знаю. Кстати, есть такой вопрос, будет работать флеш-картридж от Mega Drive на Sega Master System? Вот это у меня прям вопрос. Потому что я не хочу покупать флеш-картридж отдельно для Master System, возможно, это дело будет работать. Я хочу, чтобы это всё дело было работало. Конечно, картриджи нет, с играми не будут работать. Тут, кстати, вот ещё у нас кнопка. Клвыклс довольно шатается, но она прикручивается. Так что, ладно, на этом всё, спасибо за просмотр. Вот такая вот консоль, вот с такими вот болячками. Не знаю, что получится, так что, ладно, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok